Благослови, Душа моя Господа, благослови неси Господи. С праздником Благовещения вас, дорогие братья и сестры! Сегодня за богослужением читается Евангелие от Луки, глава 1, стихи с 24 по 38. Послушаем это евангельское зачало в прочтении иродиакона Свято-Троицкой Александра Невской Лавры, отца Александра. Глава 1, стихи с 24 по 38. В месяц же шесты послан быть ангел говорил от Бога в оград галилейский, ему же имя Назарет, к деве обручении мужа, и ему же имя Иосиф, от дому Давидова, и имя деве Мариам. И вшеткни, ангел, речи, радуйся, благодатная Господь с тобою, благословена ты в женах. Она же, видюши, смутися, ослови си Его и помышляши, каково будет целование сие. И речи, ангел, ей не бойся, Мариам, обрела бы и си благодать у Бога. И се, зачнеши, во чреве и родиши сына, и наречеши имя Ему Иисус. Сей будет вели, и Сын Вышнего наречется, и даст Ему Господь Бог престол Давида, отца Его. И воцарится вдову Иаковли вовеки, и царствию Его не будет конца. Речи же, Мариам, ко ангелу, каково будет сие, и те же мужа не знаю. И, отвещав, ангел, рече ей, Дух святый найдет на тебя, и силы Вышнего осенитя. Тем же и рождаемое свято наречется Сын Божий. И сей, Елизавет, южика твоя, и та, зачат сына в старости своей, и сей месяц шестый, есть ей на лица имени плоды. Яко не изнеможет у Бога вся глагол, Рече же, Мариам, сероба Господня, Буди мне по глаголу твоему, И отыдет не я, ангел. Предлагаю прочитать этот текст в русском синодальном переводе. После сих дней зачала Елизавета, жена его, И таилась пять месяцев и говорила, «Так сотворил мне Господь в одни сии, В которые презрел на меня, Чтобы снять с меня поношение между людьми». В шестой же месяц послан был ангел Гавриил от Бога В город Галилейский, называемый Назарет, К деве, обрученной мужу именем Иосифу из дома Давидова, Имя же деве Мария. Ангел, войдя к ней, сказал, «Радуйся, благодатная, Господь с тобою, Благословенно ты между женами». Она же, увидев его, смутилась от слов его И размышляла, что бы это было за приветствие. И сказал ей ангел, «Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога, И вот, зачнешь во чреве, и родишь сына, И наречешь ему имя Иисус, Он будет велик и наречется сыном Всевышнего, И даст ему, Господь Бог, престол Давида, Отца Его, И будет царствовать над домом Иакова вовеки, И царству его не будет конца». Мария же сказала ангелу, «Как будет это, когда я мужа не знаю?» Ангел сказал ей в ответ, «Дух Святой найдет на тебя, И сила Всевышнего осенит тебя, Посему и рождаемое святое Наречется сыном Божьим». Вот и Елисавета, родственница твоя, Называемая неплодною, И она зачула сына в старости своей, И ей уже шестой месяц, Ибо у Бога не останется бессильным никакое слово. Тогда Мария сказала, «Все раба Господня, Да будет мне по слову Твоему!» И отошел от нее ангел». На шестой месяц зачатия Иоанна Крестителя ангел Гаврил был послан в маленький городок Назарет к деве, обрученной мужу именем Иосифу из дома Давидова. Имя же деве – Мария. Хотя в Евангелии этого не указывается, но позднее предание церкви говорит, что Пресвятая Дева Мария рано лишилась родителей и была оставлена при храме вместе с другими девами. По достижению Марии совершеннолетия, то есть 12-13 лет, она, следуя обычаю, должна была выйти замуж. Александр Павлович Лопухин пишет, «По церковным преданиям Пресвятая Дева, возрослев, принесла обет девства на всю жизнь, и Иосифу она была обручена только для сохранения девства и для того, чтобы Иосиф мог дать свое имя родившемуся от нее Мессии». По достижении Марии определенного возраста священники обручили ее с известным своей праведностью вдовцом Иосифом, который уже имел многочисленное семейство от первого брака и был плотником. Войдя к Деве, ангел назвал ее благодатной, то есть получившей особое благоволение Божие. Слова ангела смутили Марию своей необычайностью, и она принялась размышлять об их значении. Успокаивая ее, ангел говорит, «Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога, и вот зачнешь во чреве, и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус. Он будет велик и наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его». Архиепископ Оверкий Таушев поясняет, «Царство еврейское в Ветхом Завете имело своим предназначением приготовить людей к духовному вечному царству Христову и постепенно преобразовываться в него. Следовательно, царство Давида, как таковое, есть то, в котором сам Бог поставлял царей, которая управлялась по законам Божьим, все формы гражданской жизни которого проникнуты идеей служения Богу, которая находилась в неразрывной связи с новозаветным царством Божьим». Мария с полной верой приняла благовестие ангела. Но она хоть и считалась формально женой Иосифа, фактически была лишь обручена ему, а значит, до определенного момента они жили отдельно друг от друга. По закону обрученная уже считалась женой своему мужу, и если бы кто узнал, что дева зачала не от своего мужа, то посчитали бы ее повинной в измене, что наказывалось побеением камнями. Потому она спросила ангела, «Как будет это, когда я мужа не знаю?» Ангел ответил ей, «Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя». То есть благодать Божия будет сопутствовать и оберегать ее от всякого уничижения до момента рождения обещанного сына. Впоследствии мы узнаем, что Иосиф обручник и будет оберегать Деву Марию и Бога Младенца от поругания и гибели. И хотя Пресвятая Дева не требовала никаких доказательств, ангел сам в подтверждении истинности своих слов указал ей на Ильсавету, зачавшую сына в глубокой старости по изволению Бога, для которого нет ничего невозможного. Проявляя доверие Богу, Дева Мария ответила, «Се раба Господня, да будет мне по слову Твоему». Какой удивительный и прекрасный пример смирения и послушания Божьей воли мы слышим в этих словах Божьей Матери. Так и нам с вами, дорогие братья и сестры, следует стяжать смирение по примеру Пресвятой Богородицы, дабы всегда пребывать в доверии к Богу и благодати Святого Духа. Помогай нам в этом, Господь! Благослови, Душа моя, Господа! Благослови, Господи! Благослови, Господь! Продолжение следует...